Всем привет! Меня зовут Адлен, я топ-мастер студии Перманент Эксперт. Сегодня мы будем делать перекрытие старого татуажа для нашей прекрасной модели Алисы. Такие брови наша модель рисует самостоятельно, и хотела бы повторить этот рисунок с помощью перманента. Мы тебя выровняем нижнюю линию. У тебя начало вот здесь были, да, немножечко такие рисковатые? Они как бы вниз клевали. Вижу тени. Ну да, вниз. Это мое было пожелание. Сейчас ты хочешь так же? Да, сделай красиво. Мы стерли карандашный эскиз, чтобы оценить остаток старого татуажа. Вот с такими бровями мы сегодня будем работать. Мы подготовили нашу зону к отрисовке эскиза, обязательно насухо протерли, чтобы ручка рисовала. И сейчас мы изобразим эскиз. Рисую я всегда от руки, я не признаю линеечки, не признаю луки, потому что мне кажется, что к каждой брови подход должен быть индивидуальный. Потому что с помощью всех этих вспомогательных элементов, вспомогательного оборудования можно изобразить полностью симметричный, полностью идеальный эскиз. Но если представить, что лицо, например, асимметричное, и мы делаем на него абсолютно симметричные брови, это будет смотреться страшненько. Поэтому каждую бровь надо обязательно рисовать по отдельности. Естественно, я начинаю с трех точек, но я ставлю такие векторы по основным линиям от носа. И после этого начинаю набрасывать форму. Рисую я белой ручкой, для меня это самый удобный способ, потому что ручка, она очень хорошо крепится, ее достаточно тяжело стереть в процессе закрепления эскиза. И нету всякой возни, как с пудрой, как с карандашами, их надо постоянно держать заточенными. Ручка, она просто есть и всегда готова к бою. Многие боятся рисовать ручкой, потому что говорят то, что ручка может попадать в кожу. Белой ручкой я отрисовываю только внешний контур, на котором я уже не работаю. Белый контур помогает мне видеть зону, где я работу не веду. То есть как только я начинаю видеть точки в моменте закрепления на белой ручке, я уже останавливаюсь и понимаю, что дошел до внешней границы. Я советую вообще всегда закреплять коричневым карандашом внутри. Чтобы и самим было понятно, потому что не у всех такие выраженные, насыщенные брови. У кого-то их вовсе нет. То есть это помогает также мастеру хорошо просмотреть форму, увидеть ее. Вот еще такой интересный момент про Алису. То, что она уже профессиональный мастер по перманенту. Владеет собственной студией в Чехии. Два года назад отучилась в перманент-эксперт, прошла базовый курс. Что мне самый запоминающийся был совет, это мне Адлен сказал, сразу ставь большой ценник. Все. И я поставила, и люди пошли. Я так сказал? Так и сказал. Какой молодец. Ставь сразу большой ценник, чтобы люди думали, что ты самый крутой мастер. На самом деле, если без шуток, путь мастера после обучения очень сложный. Это огромная работа, работа 2-4 на 7, как на инстаграме, например, да, инстаграм, тикток или что вам вообще удобнее. Чем больше вы общаетесь с клиентами, тем больше клиентов к вам приходит. Как говорится, сейчас уже клиент не покупает у вас услугу, клиент покупает у вас, как бы это ни звучало. Нужно быть интересным человеком и профессионалом в своем деле, конечно же. Я после того, как прошла базовый курс, я не закончила свое обучение, я начала очень много учиться еще и самостоятельно. Я смотрела каждый день видео на ютубе, на латексе я очень много работала. Ну, в общем, прошла огромнейший путь из проб и ошибок и не боялась делать брови. И первые брови, конечно, через 2 года девочки, которые приходят, я же вижу у них там, например, черные точки, да, которые я засадила. Тоже, конечно, я молодец. Но теперь уже я могу им с этим помочь. Например, я им удаляю лайзером или ремувером и исправляю. Например, девочки, которые ко мне вернулись через 2 года, я им бесплатно удаляю. Давай мы сейчас посмотрим пока одну бровь с тобой. Красиво. Форма нравится? Рожая. Да, только широкими не делай. Нет, это максимальная ширина. Это максимальная ширина зоны, в которой я буду работать. Верхняя линия, естественно, будет более растушеванная, цвет к ней будет подходить плавнее, за счет этого она будет смотреться в уже. Перед тем, как отрисовывать вторую бровь, я всегда первую показываю клиенту, потому что в случае, если форма не подошла, одну бровь перерисовать намного проще, чем у тебя уже полностью готовый симметричный эскиз, на который ты убил много времени. Проще показать одну бровь сразу, чтобы у клиента было хотя бы какое-то понимание от того, что мы делаем. У моих клиентов выбора нет. Ты просто сразу ложитесь, делаем. Я лучше. Нет, я им говорю, все, доверяйте, они такие, да. Я говорю, ну все, тогда поехали. А чехи они такие притязательные люди? Чехи не заморачиваются особо. Так и местом все синие брови делают, они ко мне приходят очень радостные, с коричневыми бровями ходят потом. Самые крутые мастера в России. Вот прям не могу сказать, что где-то лучше. Даже тот же Вьетнам, который сейчас как будто бы крутой, на самом деле они там делают эти волосковые техники, они только на вьетнамцах хорошо смотрятся. А потом, когда они с этой техникой приходят в Европу, все остальные ходят с серыми и синими бровями. Вот поэтому для меня все-таки фаворит это мастера с России, которые привыкли работать с европейской кожей. Так, посмотри. Само посмотри, как мастер. Не бойся критиковать. Я не боюсь. Слушай, мне нравится, все хорошо. Вот здесь у тебя хвостик, вот видишь? Нет. А, прям так задранный, да, был? Да. Нифига себе. Вот смотри, у тебя рост волос собирается как. То есть и здесь как он собирается. Вот мне бы его выше не хотелось уже поднимать. Он тебя сейчас смотрит на верхнюю третью ушко и все правильно. То есть и с этой стороны у тебя нет такой проблемы, а с этой стороны именно эта сторона. Она у тебя немножечко задирается. Ну ладно, тогда. Тогда делай. Красиво, мне очень все нравится. Обрати внимание, иголочка новая. Я выбрал маст, единичку, конечно же. Десятого диаметра. Машинка у нас, конечно же, Defender Vector. Vector это просто все машинки, существующие в одной машинке. Здесь сменный эксцентрик. И смотри, вот можно ходы регулировать. 4,2 длина ход стоит. Можно 3,9. Можно средние ходы поставить. Можно короткоходы выставить любыми. 2,7. Короткохода еще не видел. 2,4. Поэтому 4,2 стоит у меня тут перманентно. Ну да. Мне нравится за счет того, что там много-много стержней. Он увесистый. Я люблю увесистые машинки. Ага. То есть увесистый длинно ход вообще офигенный. И заряда хватает мне на неделю использования. Класс. И заряжается быстро. Класс. Я его даже не доставал ни разу. Мягкий? Это все. Хорошо идет? Идет хорошо. Он достаточно жесткий. Жесткий, да? Да. Он жестковатый. Он жестковатый. Но это все, что я люблю, это как раз все под мою руку. Так. Ну и мы начинаем. Пигмент мы использовали перманент эксперт двоечку. На минеральной основе. Да. Ну они гибрид минерал, но минералы преобладают. Вау. То есть пигмент одновременно удобен, комфортен в работе. Для мастера и в носке тоже хорошо себя показывает. Без анестезии работаем, кстати. Потому что я крутая. Так. Ну посмотрим, как у нас получится закрепить первый проход. Делаем его максимально-максимально легко. Самым кончиком углы. У меня даже половина штрихов просто по воздуху проходит. Бедные мои клиенты. Я им даже не верила, что им были. Я им все равно говорила. Что придумываете? Жить спокойно. На этом этапе я всегда работаю легко и как бы знакомлюсь с кожей, периодически протирая рабочую зону и проверяя остаток. Стирать пигмент лучше точечно, чтобы не потерять эскиз. Сейчас покажу вам, как это делаю я. Эскиз я всегда стираю пунктирной линией. Для того, чтобы в случае, если у меня не льва краска, восстановить его по оставшимся точкам. Главное не стирать львные точки. Сейчас у нас пигмент укладывается не очень быстро. Потому что клиентка у нас оказалась очень чувствительной. Мы прям постепенно-постепенно наслаиваем пигмент. Сейчас вот таким образом мы закрепили одну бровь. В процессе столкнулись с небольшими трудностями. Клиентка оказалась гиперчувствительной. Поэтому все-таки иногда нужно работать с анестезией. Но нас об этом не предупредили. Мы оказались слишком смелыми. Поэтому первый проход у нас получился такой легенький-легенький-легенький, прозрачный. То есть все остальное мы будем добирать уже на втором проходе. Но главное, что у нас отчетливо видна нижняя граница брови. Значит, все остальное мы спокойно восстановим вторым проходом. Получится такая легкая, пудровая, прозрачная бровь. Собственно, за которой мы и пришли. Сейчас мы приступаем ко второй стороне. Наша задача ее также легко и прозрачно закрепить. Вольтаж у меня четверочка. То есть для меня, по моей практике, это такой минимальный вольтаж. Да, машинка настроена на ход 4.2, что свойственно длинноходам. Мне нравится работать длинноходной машинкой. Но и на пудру длинноход всегда лучше. Потому что получаются отчетливые, ярко выраженные точечки. Получается красивая, плавная пудра. Кожа очень мягкая. Пигменты очень хорошо входят. Но работать нам приходится крайне аккуратно из-за гиперчувствительности. Я думаю, следующий проход у нас будет максимально эффективный. Потому что уже на обезболенную бровку все вообще быстро и легко забьется. Вторая бровь у нас замораживается. Мы возвращаемся на первую бровь. Будет такой легкий, прозрачный у нас первый проход получился. Ну, замечательно. Все у нас пробилось, все хорошо. Клиентка абсолютно против коррекции, которую я как раз делаю после первого этапа. То есть я бы убрал эти нижние волосики. Но клиентка говорит, что очень любит их. У тебя не микроблейдинг был когда-то? Да, прикинь. Мне было 18 лет. Тут осталось 4 волосика. Это не волосики, это шрамы. Сейчас я прорабатываю нижнюю границу брови. Важно не доводить ее до самой переносицы, иначе взгляд получится очень суровым. Вторым проходом я решил сделать еще один полный проход по всей брови. Потому что первый этап у нас получился прям очень прозрачный, очень легкий. Поэтому я ему немножечко добавлю тона. Вот, а затем мы уже будем преимущественно работать только затемняясь снизу, для того, чтобы получился красивый градиент. Сейчас пигмент как бы теплит, потому что у него теплая основа. По заживлению это будет более правильный холодный оттеночек. Вот сейчас у нас первый проход максимально хорошо проявился. И все, что нам осталось сделать, это затемниться по нижней части, для того, чтобы у нас раскрылся градиент. Очень многие ошибаются на этом моменте, и на втором, на третьем этапе прорабатывают также бровь целиком. Я сам этим раньше тоже занимался. В итоге бровь равномерно утемнялась, утемнялась, утемнялась. И вроде как работаешь, ты много. А желаемого результата не получаешь. Градиент до сих пор нет. То есть с определенного этапа надо просто переключиться только уже на нижней части и набирать самые темные части градиента. А в Чехии очень долгое время перманентный мейкап был очень в плохом состоянии. В плане того, что очень плохого качества. Потому что мастера работали в старой методе. Делали очень плотные закрасы, делали очень глубоко под кожу. И теперь очень много девушек ходят с синими и черными бровями. Микроблейдинг там у них очень сильно развивается еще до сих пор. Поэтому и у девочек сейчас шрамов очень много на коже. Поэтому сейчас больше своего времени у меня уходит на исправление ошибок мастеров. Так что я делаю больше перекрытий, чем новые брови. Но когда приходят девочки с чистыми бровями, и я им делаю, понятное дело, хорошую работу. Очень довольны таким натуральным эффектом. Все хотят натуральные эффекты. То есть прозрачные, красивые брови. В этом плане эстетика везде. Эстетика и в Чехии, и в России. Сейчас мы сразу стараемся закончить работу нашу. На втором этапе анестезии вторичных. Хватает для того, чтобы полностью довести работу до конца. То есть и головки, и градиент я набираю на втором этапе. Сейчас у нас будет полностью готовая бровь. Во время обучения, когда мы потрясовали эскиз, закрепляем первый этап. Вот этот легкий прозрачный слой делаем. То есть когда после первого этапа первая и вторая бровь уже завершены, и остается второй проход. И с этого момента я говорю то, что сейчас мы ведем работу на завершение. Мы заканчиваем, люди очень сильно удивляются. Потому что мы вроде как только начали. А уже на втором этапе мы говорим про завершение работы. А так и нужно работать. Не надо свою работу переделывать. В нашем деле мы всегда как будто бы немного не доделываем. Во-первых, не доделать это лучше, чем переделать. Затемнить, сделать ярче, сделать контрастнее мы всегда успеем. У нас как минимум есть еще коррекция. А вот растемнить в случае чего, это уже очень сильно проблематично. Еще и неприятно. Поэтому никогда не торопитесь с цветом, никогда не торопитесь с насыщенностью. Добавить пигмент мы всегда успеем. Ну а мы тем временем почти довели до идеала первую бровку. И сейчас перейдем к самой ответственной части. Начало бровей и верхней границы. На каждом обучении своим ученикам я говорю, что когда вы делаете проход, я вот, например, разбиваю всю бровь на сектора, закрепляюсь на нижней границе и начинаю растушевываться кверху. И вот каждый раз, когда я дохожу до верхней границы или до начала брови, у меня вот сирена включается в голове. То, что сейчас я работаю максимально осторожно, максимально аккуратно, чтобы не заглубиться, не затемниться, не переборщить. Потому что эти места у нас должны остаться прям прозрачными и легкими. Соответственно, головку мы оставляем под самый конец работы для того, чтобы уже к этому моменту полностью понимать, с каким человеком мы работаем, с какой кожей, как на нее укладывается краска. По этой причине мы работу всегда начинаем с хвостика и ведем к головке брови. Потому что это самое ответственное, самое важное место, где нельзя допустить никаких ошибок, нельзя перетемнить. Должен быть плавный, красивый, легкий градиент. И об этом надо обязательно помнить, обязательно эту информацию держать в голове. И сегодня мало информации вслух прозвучало. Я прям выбираю из списка своих цитат каких-то с обучения отдельные. И не могу так прямо открыто сидеть, рассказывать, потому что работа на самом деле сегодня у нас очень сложная. Во-первых, клиентка очень чувствительная оказалась. Во-вторых, у нас перекрытие старого татуажа. В-третьих, у нас были когда-то давно... Что это, микроблейдинг был? Вот, и здесь остались волоски, которые мы сейчас прячем. Поэтому работа на самом деле проделывается очень много. Очень много дополнительной работы. Вот, и я фокусируюсь на этих моментах и теряю мысль просто на ходу. Уже, когда бровь практически готова, я ловлю себя на мысли и всем своим ученикам. Советую, как только в работе вы ловите себя на мысли о том, а что мне надо еще сделать, что приоритетно, какие задачи, какой у меня план. Сразу берем и сажаем клиента. Давай присядем. Так, мы только что присаживались для того, чтобы посмотреть, как хорошо мы закончили работу. И совместно решили, что хвостики мы сейчас удлиним для того, чтобы вот этот волосочек от старого микроблейдинга немножечко закрыть. То есть мы сделаем хвостик буквально чуть-чуть подлиннее и чуть-чуть потолще. Так, сейчас мы немножечко добавим длины нашему хвостику, добавим чуть-чуть пудры сверху и уже перейдем на вторую бровь. Эту бровь мы решили, что у нас полностью закончена. Вот такая у нас красивая бровка получилась. Сейчас я нанес на нее немного вазелина для того, чтобы она успокаивалась, пока мы делали вторую сторону. Вот в таком виде мы ее решили оставить. Сейчас мы перейдем уже на вторую сторону и доведем ее до такого же состояния. Сейчас мы тоже здесь поправим наш эскиз, сравним его с первой стороной, потому что хвостики мы сделали в процессе немножечко подлиннее и пошире, чтобы они у нас красиво собирались по естественному росту волосков. В остальном процесс работы будет идентичный, поэтому мы его ускорим, чтобы у вас это не занимало много времени. Кардинально менять направление хвостиков не стоит и нужно всегда ориентироваться на рост своих волосков. Но даже сместив их на пару миллиметров, можно преобразить внешность клиента. Например, сделав выше, добиться лифтинг-эффекта. Ниже визуально сузить лицо. Под конец процедуры я всегда выключаю кольцевую лампу, чтобы видеть свою работу под естественным дневным освещением, которое более мягкое. Потому что кольцевые лампы очень сильно пересвечивают работы. Очень часто на бровях появляются блики, которые сбивают во время работы. В итоге мы их очень сильно перетемняем. Чтобы этого не допустить, ближе к концу я свет всегда приглушаю. Порой случается так, что работаешь, работаешь, добавляешь цвет, добавляешь цвет. А оказывается, уже твоя работа давно закончена. Просто из-за того, что они очень ярко освещены лампой. Кажется, что они все еще светлые. И под этим самым естественным освещением я уже просматриваю свою работу на пробельчике, на какие-то мелкие недочеты, чтобы их уже при естественном свете подправить. Когда свет приглушен, мы видим свою работу немножечко с другого ракурса, в другом виде. У нас уже не такой замыленный взгляд. И появляется возможность как раз все вовремя это подправить. Что ж, я думаю, наша работа может быть законченной, поэтому сейчас мы клиентку посадим и уже взглянем на нашу работу как на финальную. А вот результат процедуры. Как видите, я учел пожелания своей модели и лишь немного изменил эскиз. Эти легкие пудровые бровки отправляются в Чехию и будут радовать свою обладательницу на протяжении полутора-двух лет. Спасибо вам за внимание. Напишите в комментариях, как вам результат процедуры и моя подача. Мне будет очень приятно. Спасибо.